Иранская компания планирует начать продажи своих автомобилей в России в начале следующего года. О том, как может измениться российский авторынок в ближайшем будущем, мы поговорим с автомобильным обозревателем Сергеем Асланяном. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Что из себя представляют иранские бренды автомобильные? Это замечательный вариант, когда мы можем заглянуть в свое светлое будущее и увидеть, к чему именно сведется наша жизнь под санкциями. Иран, он очень стойкий оловянный солдатик, он показывает, что даже под санкциями можно жить. И как именно будут после этого выглядеть автомобили, пожалуйста, сейчас в Москве на Moscow International Motor Show можно прийти и посмотреть в выставочном комплексе на красный приезд. Автомобиль, который вот в данный момент является самым главным и приготовлен именно под российский рынок и представляющим наибольший интерес, прекрасно назван. Это очень редкий случай, когда к нам приходят вот настолько по-честному партнеры и сразу предлагают не ломать голову над тем, как позиционировать данный продукт. И названием данной модели они сразу объясняют абсолютно все. Автомобиль называется Тара и, по сути, является Тарой для перевозки людей. Иран под санкциями. Это страна, пребывающая где-то на рубеже, наверное, вот перехода от каменного века к изобретению какой-то примитивной металлообработки. И если иранские автомобили Иран Кходра, Саман, 15 лет тому назад приходили на наш рынок и представляли из себя, ну, просто плохенький продукт. Ну, так себе машинка, сделанная по отсталым технологиям, довольно кривыми руками, из плохих материалов. Но это были все-таки прочные автомобили. На них, ну, при определенных условиях можно было ездить. Тем более, если перед этим у тебя был Запорожец, то вот после Запорожец это, конечно, шикарная была машина. Саман, прошло порядка 15 лет, и санкции доказали свою эффективность. На сегодняшний день иранские автомобили, ну, хуже, наверное, в Северной Корее. Пожалуй, единственная страна, которая делает автомобили еще более отвратительного качества. И вот этот ящик, который называется новинка иранского автопрома и сейчас презентованный москвичам, гостям столицы, а также обещан в качестве серьезной угрозы всей стране, это совершенно невыносимый по сути автомобиль, сделанный на неплохой французской платформе в условиях, когда в стране нет достаточно приличной металлообработки, очень плохие штампы, отвратительные прессы, плохая краска, чудовищное пластиковое литье, отвратительные отделочные материалы, и все это криво-косо. И вот автомобиль, который называется Тара, если к нему подойти и посмотреть, он представляет из себя, ну, наверное, аналог того, что было у китайцев на заре. Те, кто помнят там же, в этом же выставочном комплексе, китайские автомобили где-нибудь в 20-летней давности, могут сказать, что за это время как раз Иран деградировал до уровня отсталого Китая, когда Китай переходил от роликовых коньков к велосипедам и мечтал о мясорубке и стиральной машине. Вот тот самый технологический период. Значит, нас ждет Тара, сделанная из плохого железа, из плохой стали, из плохого проката, плохо сваренная, плохо покрашенная, плохо собранная, с плохим мотором, с плохой коробкой, несмотря на то, что она заявлена шестиступенчатым автоматом, собранная из очень плохих материалов, с плохой электроникой и отвратительной совершенно отделкой. Если подойти к этой машине, открыть капот и закрыть капот, то, скорее всего, вот в том месте контакта, где ладошкой обычно водитель держит капот и закрывает его над замком, там будет уже вмятина. Потому что я с этими машинами хорошо знаком. Они действительно представляют из себя очень слабо развитое изделие, показывающее, что под санкциями жизнь не удается. Это и есть наше будущее. Вот точно такими же будут все наши отечественные машины, из плохой стали, из плохих материалов, с очень плохими технологическими решениями, сделанные кривыми руками из того, что было, практически из мусора. Название в данном случае должно, по крайней мере, вызвать хотя бы желание сказать «Спасибо, ребята, вы по-честному пришли на российский рынок и обозначили, что именно вы нам приготовили». Вы нам приготовили заглянуть на пару шагов вперед. Но спасибо, мы сами к этому придем. Так деградировать мы умеем без иранской помощи. Но иранцам дело в том, что им очень нужно купить у нас партию Су-35, а поскольку страна нищая, денег у них нет, поэтому как еще можно от русских получить Су-35? Давайте по бартеру. Давайте мы хотя бы автомобили будем предлагать. Может быть, кто-нибудь в вашей стране настолько пребывает в градусе алкоголизма, что на последние недопитые деньги будет готов купить наше изделие, которое совершенно честно называется «Тарой» и предназначено не для того, чтобы красиво ехать, а для того, чтобы как-то слабо перемещаться. Сергей, простите, хочу обсудить еще один вопрос. Что происходит с рынком автозапчастей сейчас в России? Рынок запчастей на самом деле не был подвержен таким ужасным сценариям, какие нам сейчас рисуют. Но представьте себе, целая страна, где огромный сектор экономики, во-первых, работающий в серую, потому что в России в серую работает больше половины экономики, а рынок запчастей, он всегда очень тяготел к вороватым поставкам контрафакта в обход правообладателя. И все эти поставки сохранились. Но если на рынке паника, из этого же нужно извлечь выгоду. В принципе, нет никаких нарушенных серьез поставок и логистических территорий, которые бы объясняли несусветную цену. Но поскольку рынок состоит из бессовестных людей с нечистой совестью и вороватыми руками, то, конечно же, моментально был создан дефицит и всеобщая истерика, запчастей нет и больше не будет. Это в основном искусственный кризис, но Россия тема хороша, что когда люди создают какой-то бизнес, у них первая задача не сделать хорошую услугу, а кинуть всех вокруг на деньги. Вот в секторе запчастей это как раз наиболее наглядно получается. Мы лучше не будем вообще зарабатывать и доставлять запчасти, чем мы позволим вам пребывать в состоянии не паники и свободного доступа к запчастям. Поэтому этот кризис во многом искусственный, и запчастей действительно нет и, кстати, не будет.